Мы вам уже рассказывали об уникальном генноклеточном методе лечения травм спинного мозга, который разработали ученые Казанского университета. Тогда поврежденные клетки они генетически модифицировали только одним терапевтическим геном. В результате экспериментальной работы у крыс произошло восстановление двигательной функции. Теперь же ученые применили комбинацию двух генов, и эффект получился еще более воодушевляющим. Результаты показали положительный эффект данной терапии. Мы обнаружили не только уменьшение посттравматической полости, которая обычно возникает вследствие механического удара, но и рост новых волокон нервных проводников, сосудов и выживаемость нервных клеток. Проблема травм спинного мозга стоит довольно остро, ведь большинство таких пациентов становится инвалидами на всю жизнь. И несмотря на обнадеживающий результат, исследование казанских ученых еще не скоро можно будет применять на человеке. Перед таким шагом необходимо провести еще много экспериментов. Нужно провести, проверить данную терапию на более крупных животных. Это могут быть свиньи, приматы. И если мы увидим позитивный, аналогичный позитивный эффект на крупных животных, то мы тогда будем с большей уверенностью предполагать положительный эффект в клинике. Диана Вакян, Лев Халиулин, Универ Ньюс.